До того, как Игорь Кенфеев стал известен, он со слезами на глазах приходил на первые в своей жизни тренировки, потому что боялся играть со старшими ребятами. До того, как Игорь Кенфеев стал известен, юный вратарь уже в 21 год перенес тяжелую травму, но быстро восстановился и смог стать одним из творцов бронзового успеха на чемпионате Европы. И до того, как Игорь Кенфеев стал известен, спортсмен поддавался жестокой травме со стороны болельщиков со всей России за ряд грубейших ошибок, однако смог выстоять и стал национальным героем. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня ты узнаешь о жизни Игоря Кенфеева до того, как он стал известен. Лучший вратарь в истории независимой России родился 32 года назад в ближайшем Подмосковье в небольшом городе Видном. Семья у Игоря была самая обычная. Отец работал дальнобойщиком, мама воспитательницей в дошкольном заведении, а старший брат Евгений – главным развлекателем нашего героя. С ЖЭКой они покутили все детство и были просто неразли вода. Там и столы дома ломал, и зеркала с братом били дома, футбол играли и дрались. Конечно, это все было, но совершенно нормальный ребенок был. А Кенфеевы жили весьма скромно. У Игоря не то, что велосипеда в детстве не было. Порой не хватало денег даже доехать на тренировку. Опаздывал, конечно, но я всегда приезжал, а когда не было денег, я уже много раз рассказывал, я устраивал истерики, плакал, родители занимали деньги, и мы ездили в тренировки. А ехать приходилось очень долго, ведь путь из Видного в лучшую по тем временам детско-юношескую школу ЦСКА был чуть легче, чем у Фродо и Широв Мордор. Возвращайся во мрак, ты не пройдешь. На тренировке Игоря, когда отец возил, когда бабушка, царство ей небесное. Машины в семье не было, на автобусе добирались до кошерки, оттуда на метро, до Сокола, потом еще на троллейбусе. Полтора-два часа в одну сторону, столько же в другую. Тяжело было парню, уставал, но не ныл. Занятия не пропускал, не опаздывал, всегда аккуратно одет и чистенький, опрятненький. С дисциплиной Игорь с детства дружил, родители правильно сына воспитали, вспоминает Павел Григорьевич Коваль, тренировавший нашего героя в армейской футбольной школе с 10 до 17 лет. Несмотря на эти трудности, как только отец впервые привел его на футбол, маленький спортсмен уже в свои 4 года раз и навсегда загорелся желанием им заниматься, хотя и было тяжело. И понимаешь, что там такие лоси бегают, и у меня был страх. Действительно, я сейчас не лукавлю, я это все помню, как вот наяву, как вот сейчас, допустим, я могу переждать момент. Что касается именно вратарской позиции, то сомнений в ней не было ни малейших. Время шло, а Игорь понемногу окреп и поднабрался скиллов в игре со старшими лоботрясами, и в нем буквально все видели огромный потенциал. Бросать футбол, ну никак было нельзя, тем более, что он Акинфееву нравился, а школа, мягко говоря, не особо. Была контрольная, например, и ты понимаешь, что она может задержаться, да, 15-го перемена же есть, и они учителя задерживали, а у меня уже не успел на тренировку. Я говорю, я все. Говорит, в смысле, как все? Я говорю, ну я на тренировку, мне надо ехать. Говорит, а эти два поставлю. Я подошел, отдал тетрадку, мне поставили два, я уехал на тренировку. Будущий первый номер сборной продолжал упорно тренироваться, выкладываясь по полной в весьма непростых условиях. Но вратарской формы как не было, там, лет до 11, поэтому у меня были обычные штаны, я нашивал фаралоны здесь на них. Ну, как мог, так и защищался. Ну, конечно, приятного мало было, потому что такое горюхо, это пыль, ты же дышишь и все, то есть, ну, не хочется даже вспоминать об этом. И результат не заставил себя долго ждать. Уже на первом турнире в Югославии замечательная игра Игоря поразила главу местной федерации футбола Милиана Милиныча. И великий в прошлом вратарь увидел в 10-летнем мальчишке задатки преемника Яшина. Квинтэссенцией тяжелой работы Акинфеева в дюшке стала победа ЦСКА с ним в основе на всероссийском уровне. Это был 2002 год, и парню тогда исполнилось 16. В том же году он стал действительно профессиональным смартсменом. Армейцы предложили воспитаннику контракт с реальной зарплатой, а вместе с ней и место на воротах молодежки, то есть второй по значимости команды после основной. Но на юношеском уровне Игорь играл всего ничего, и все благодаря счастливому для нашего героя стечению обстоятельств. Тренером. Говорит, собираю вещи, сейчас поедем. Я говорю, куда? Ну, думаю, молодежку там еще куда-то. За мной приехали, говорит, поедем в основном состав. Я говорю, зачем? Ну, так и так, такая ситуация. Ну, приехали в Архангельское, пошли сразу по лиригировичу в кабинет. Человек много не разговаривал, не рассосуливал, что такой талантливый, молодой. Просто было две ключевые фразы. У тебя есть шанс, ты должен воспользоваться, все. То есть беседу длилось ровно две минуты. Вот так 11-ти классник из 704-й московской школы занял место в рамке Центрального спортивного клуба армии. В своем дебютном матче Акинфеев не просто отстоял на ноль, но еще и потянул пенальти. Партнеры молодого вратаря вспоминали, что отсутствие у Игоря опыта их не смущало никогда, поскольку парень нереально круто проявлял себя на всех сборах. 2003-й можно назвать по-настоящему знаковым для нашего героя. Выпуск со школы, поступление в Московскую государственную академию физической культуры и первые успехи в большом спорте. Правда, через полгода его настигли и первые серьезные неудачи. Караман спровоцирует Акинфеева, вратаря удалят, и журналисты станут критиковать армейца за раннюю звездную болезнь. Он окажется не готов к резкой критике после ежедневных комплиментов. Вспоминайте времена, Игорь рассуждает как настоящий философ. Это мое. Я его прожил, и самое главное, я участвую, что это мое. Ничего-то другое. То есть, как оно было, так оно было. Да и в принципе, все правильно он говорит. Зачем надо было загонять себя в угол из-за критики, если к тому моменту Игорь уже стал на 100% основным вратарем ЦСКА, а в 19 лет выиграл кубок УЕФА? Первый российский клуб в истории, как завоевали такой трофей. Благодаря упорному труду перед Акинфеевым распахнулись двери главной сборной страны. Молодого стража ворот даже включили в заявку на Евро 2004, но ни одного матча ему так и не удалось сыграть. Тем не менее, после триумфа в Европе на клубном уровне, он прочно обосновался на месте первого номера России, хотя и играет всю карьеру под 35-м. Это была первая серьезная белая полоса в жизни Акинфеева-спортсмена. Продлилась она два года, солидное выступление в Лиге Чемпионов, сватание в ведущие клубы мира и всероссийская любовь. Все это могло закончиться, как только Игорь уступнул 21. В июне 2007 в матче с Ростовом Акинфеев неудачно приземлился на колено и порвал крестообразные связки. Врачи считали, что он выбыл минимум до конца сезона. После таких травм футболисты вылетают в среднем на 8-9 месяцев. Все уже начинали нервничать, мол, Евро через год, он же не наберет форму, а кто на воротах стоять будет. Но молодой голкипер восстановился менее чем за полгода и настолько классно вошел в игру, что спустя пару месяцев после первого матча руководство ЦСКА предложило нашему герою новый контракт. И они оказались правы на все 100, если бы не новое долгосрочное соглашение. Кто знает, быть может Игорь уже летом уехал бы играть в большой европейский клуб, а все потому, что на Евро 2008 года армеец поехал уже в ранге основного вратаря сборной и не в последнюю очередь. Благодаря его уверенной игре на последнем рубеже наша команда смогла выиграть историческую бронзу. Это был момент грандиозного единения. Миллионы людей в стране вышли на улицы в порыве счастья. Прежде такого никогда не было. Все было неплохо, даже отлично. Игорь тащил матчи, порой допускал ошибки и изредка срался с фанатами. В общем-то все шло своим чередом, пока он, уже 25-летний мастеровитый вратарь, опять с ним попал на больничную койку из-за жестокого столкновения с нападающим Спартака. Контакт выдался для Игоря полным разрывом крестообразной связки левого колена и особенно парадоксально, что тяжелейшая травма опять настигла Кенфеева за год до первенства Европы. От таких раскладов у комментатора губернии его чуть сердца не встало. Вообще это подлянка, я просто считаю, что без Игоря мы проиграем. У нас сейчас очень... Никто, он действительно, дай бог, что поправился. Даже смешно будет, дай. Она из-за решающей матча и у нас там говно у воровской будет стоять. Ну, в прямом смысле слова. Но все обошлось. На сей раз восстановление заняло чуть больше времени, однако Игорь снова вернулся на последний рубеж с высоко поднятой головой. Но то, что он мужественный человек, после двух таких травм, достаточно одной такой травм, и люди не играют, он не то, что не уронил свой уровень, он его только поднял. И он продолжает уже больше десятилетий играть на высочайшем уровне. Несмотря на то, что в 2012-м его ЦСКА занял лишь третье место, а на Евро играл Малафеев, главный вратарь российской сборной, смог наверстать упущенное, выиграв с Кубком два чемпионата подряд в 2013 и 2014 годах. На чемпионат мира в Бразилию ехал уже здоровый и опытный 28-летний вратарь, которому полагалось тащить за собой сборную. Но вместо того, чтобы тащить, Игорь привез такое, о чем ему вспоминают по сегодняшний день. Была это невнимательность, нервозность или просто случайность, бог его знает. Но отвратительная игра всей сборной на том мундиале, и этот пропущенный гол, в частности, стоили выхода из группы. Точнее, не выхода. Но не выход из группы, даже на мировом первенстве, это не страшно по сравнению с попадающим в голову фаером. Не веришь? Спросил Акинфеева, которому зарядили в копину огоньком перед самым 29-летием. Вот таки, ох ты, в голову попало сейчас Игорю Акинфееву брошенный фаер с трибуны в самом начале. У Черногории большие проблемы, и большие проблемы у нашего вратаря. Сразу же начали, да, ничего, так пришли повалеть. Посмотрите, еще раз, вот здесь должно быть видно на этом повторе. Да, ну это дикие люди совершенно, ну и что учудили? Для нашего вратаря дело ограничилось сотрясением головного мозга на пару с ожогом первой степени, а Черногории засчитали техническое поражение. По иронии судьбы, именно в отчетном матче Черногории, который проходил через полгода, у нас на открытии арене, Игорь побил рекорд по количеству сухих матчей. К Евро-2016 наш герой подходил в отличном расположении духа. Недавно ему стукнул тридцатник. Самый сок для вратаря к тому же, ЦСКА, Кенфеева впервые за два года смог выиграть чемпионат России. Однако повторить подвиг восьмилетней давности не удалось, ведь сборная решила, что лучше повторять подвиги последнего чемпионата мира, и опять жидко обосралась. Правда, вратаря многие назвали единственным в команде, за кого тогда не было стыдно. Особенно на фоне поведения других наших сборников. У официантов рук не хватает. На плечах, в ведрах, вот на специальных носилках, чтобы вынести все заказанное шампанское перед российскими футболистами в элитном клубе Монте-Карло согнали почти весь персонал. Российские спортсмены, вот они в центре, Павел Мамаев и Александр Кокорин, наблюдают, развалившись на диване, с кальяном под гимн России. Даже не поднялись. Ну ладно, пролетели с этим Евро, да и фиг с ним. На носу домашний чемпионат мира и Кубок Конфедерации в качестве главной репетиции. Вот здесь наши точно должны показать мастерство, да? Нет. На Кубке Конфедерации россияне опять упали лицом в грязь, и Акинфеев в том числе лежал так нехило. Радовало только одно, после тех соревнований Игорь наконец-таки смог прервать свою черную серию из 43 лигочемпионских матчей подряд, в которых он пропускал мячи. Подумай столько, больше 10 лет тянулся этот долбанный антирекорд. Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя. А рекорд меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает, а я мучился от боли. Со своим рекордом в комментарии в инете, мне о нем напомнят. И при этом Акинфеев является рекордсменом по сухарям среди всех русских фратарей не только в национальном первенстве, но и в Еврокубках. Парадокс! Короче, ничего хорошего перед домашним мундиалем болельщики не ждали ни от команды, ни от Игоря в том числе. Естественно, речь идет не о каждом из фанатов, но общее настроение были весьма пессимистичны. Тем не менее, сборная России начала домашний чемпионат 2018 года действительно по-хозяйски, вжарив сначала саудовцев, потом египтян и лишь в последнем, ничего не решающем матче группы, парни слили уругвайцем. Водка уже полилась рекой, все и так радовались, конечно, впервые в истории мы вышли в плей-офф, но настоящую радость надо было оставить на потом. Выставив на морально-волевых 120 минут с мощность сборной Испании, ребята дотянули до серии пенальти, и тот главным действующим лицом стал наш сегодняшний герой. Сначала он потащил третий по счету удар игрока Фурии Рохи, а затем поставил жирный крест на амбициях чемпионов мира 2010 года, в невероятном стиле, отразив последний пеналь. Так Игорь в очередной раз подтвердил, что является голкипером высочайшего класса, он подарил праздник всей стране, а легендарный Петр Шмехель даже заявил, что после такого наш вратарь заслуживает памятника. И даже досадное поражение от хорватов по пенальти не умаляет заслуг ни российской сборной, ни самого Игоря, который снова как мог тащил 11-метровые удары. Но это уже совсем другая история. А это была история Игоря Акинфеева до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.